Всем привет любители колес! У нас сегодня два легендарных автомобиля Скандальная Niva Travel и Renault Duster Эти автомобили постоянно все хотят сравнивать на бездорожье И сегодня у нас как раз такая тема, что мы приехали на наш карьер И сегодня посмотрим, кто же лучше едет по снегу и небольшим горкам Niva либо Duster Niva нам предоставил для тест-драйва автосалон Acolada Renault нам предоставил автосалон Agat Все ссылочки будут в описании Спасибо вам! А мы начинаем! Что же изменилось в этих автомобилях? Давайте начнем с Niva Завод ВАЗ изменил полностью переднюю часть машины Они поменяли капот, бампер, фары, крылья А вот вся техническая часть у них осталась старая Тот же мотор, та же коробка, та же раздатка, те же мосты Еще поменялись задние стоп-сигналы И вот это, ребята, действительно добавило изыска в этот автомобиль По сути, все остальное осталось старым А вот у Renault здесь французы изменили абсолютно все Они сделали новый облик, они усилили кузов, они добавили новый мотор сюда Поправили салон, да я бы сказал не поправили, они полностью изменили салон Подвеску немножко подшаманили, в общем, сделали абсолютно новый автомобиль И чтобы у вас было понимание, я сейчас просто открою капот Что здесь, что здесь И немножко вас, скажем так, сначала огорчу, а потом удивлю Давайте подойдем к нашей доброй Ниве Эх, где ты тут? Пошел Сразу же могу обратить внимание, у нас здесь обычная кочерга Что у нас здесь? А у нас здесь двигатель, которому очень много лет Это двигатель 1.7, восьмиклапанный, на 80 лошадиных сил и 125 крутящего момента Старая, добрая, классическая коробка передач Ну, как бы, понятное дело, что внутренности поменяли Но, по сути, ситуация осталась та же Раздаточная коробка, два моста Спереди разрезной, сзади полноценный Все Здесь только вот такая комплектация может быть, такая конфигурация Здесь нет других моторов, нет других коробок Все вот, вот как вот здесь Да, в какое-то время здесь, конечно, были двигатели от Opel Но это было давно-давно и неправда А вот здесь Здесь, конечно, все немножко по-другому Так, секундочку С другой стороны Здесь у нас уже опоры есть полноценные Здесь двигатель 1.3 turbo 150 лошадиных сил и 250 крутящего момента Этого двигателя никогда не было на Даст 3 И теперь он здесь появился Да, он перекочевал из Аркана, но тем не менее Благодаря этому движку он стал более быстрый, более мощный Ну, я думаю, даже экономичнее И помимо вот этого двигателя Здесь еще есть движок 1.6 атмосферник Он идет с механической коробкой передач С пятиступенчатой Есть двухлитровый атмосферный двигатель На 143 лошадки Он уже идет либо с автоматом, либо с механикой на 6 ступеней Потом дизель есть 1.5 И вот этот 1.3 turbo Который идет либо с механикой, как в нашем случае Либо вариатор То есть, в принципе, можно выбрать машину И вот мотор, коробку под себя Ну, выбор огромен Ты можешь подобрать Там, если тебя, допустим, раздражает турбина Берешь двухлитровый двигатель с механикой Или, допустим, с автоматом Потому что многие не доверяют вариатору То есть, можно выбирать На Ниве же такого нет, к сожалению Дальше Что касается цены Цена, мне кажется, многих вообще беспокоит в первую очередь И вот здесь вот все вообще кардинально наоборот Ниву мы можем приобрести от 750 тысяч до 920 То есть, 920 тысяч отдаешь У тебя будет максимальная комплектация Комплектацию оффроуд Там добавляется шноркель Вот эти вот пластмасски Они получаются вот такого матового цвета, темного И колеса грязевые В принципе, все 920 это потолок за этот автомобиль А вот у Рено У него только от 945 начинается ценник И это будет переднеприводный Duster С механикой и двигателем 1.6 В максимальной комплектации он подбирается вплотную к полутора миллионам То есть полтора миллиона и у тебя будет турбированный двигатель Механика либо вариатор на выбор И огромное количество опций Открываем дверь у Нивы и смотрим, что там изменилось Там не изменилось ничего, салон остался прежним Открываем дверь на Duster, но она там типа открылась И видим, что салон абсолютно другой То есть там поменяли все Вообще без исключения там поменено все Наверное, еще самым главным моментом будет подвеска Потому что мы же на бездорожье, а как без подвески? На ней многорычажка спереди Сзади мост Полноценный мост на тягах У Duster спереди Макферсон, сзади многорычажка С одной стороны, вроде как бы плюс у Duster Потому что у него каждое колесо, оно друг от друга вообще никак независимо Но, тем не менее, ход подвески не такой уж там и большой У Нивы с этим все совсем наоборот Здесь ход подвески огромный И вроде как бы она должна ехать лучше Потом, тормоза Спереди дисковые, сзади барабаны На Duster такая же ситуация Спереди диски, сзади барабаны Что еще вам сказать? Интересно уж, прежде чем мы поедем кататься на них Клиренс у Нивы больше, у Duster меньше У Duster там 210, по-моему, миллиметров здесь Блин, забыл, ребят, врать не буду Напишу вот здесь вот ссылочкой Вставочкой Я думаю, что заднюю часть вам надо показать и у Duster и у Нивы Вы посмотрите на эти великолепные стоп-сигналы Действительно, они достойные Они изменили полностью заднюю часть машины И кто бы там что ни говорил, машина стала выглядеть намного лучше Ну, по крайней мере, для меня 100% она лучше, чем обычная Нива Chevrolet Потом, Duster тоже изменили задние стоп-сигналы Они стали с таким крестом Мне кажется, тоже симпатичнее, чем было на предыдущем кузове Ну, в общем, машины преобразились Причем преобразились в лучшую сторону Сейчас я вам преимущество Duster покажу Мы открываем багажник и смотрим, что он вместительный Открывается вверх, все хорошо И открываем багажник у Нивы Я бы не сказал, что он маленький, но он не такой, как на Duster То есть, там, конечно, все-таки побольше Объем И в этом плане Нива проигрывает Ну, плюс еще вот эта дверь, которая открывается вбок Не знаю, кому-то это нравится, кому-то нет Ну, не знаю, мне так себе Конечно, вот компоновка Duster, когда крышка вверх задирается, намного интереснее Но зато здесь запасное колесо находится сзади То есть, оно висит на крышке И его, как бы, эксплуатируют намного проще И даже если там у вас пробило какое-то колесо Вы его сняли, вы можете его сюда спокойно прикрутить И не будете париться, что ваш салон весь изгадится А вот на Duster, конечно, тут все немного по-другому Колесо здесь И, ну, вроде как бы Не особо это удобно Короче, все будет там в грязище Это вот Такие отличия сзади у автомобиля А, еще самое главное Здесь у нас камера заднего вида есть Обычная камерка, то есть, все нормально показывает И вот здесь есть камера заднего вида Вот она, старая и добрая камерка Заметьте, что здесь появилось Здесь появился вот такой маленький сосочек Который ее омывает На Duster такого нет А на Niva это есть Ребят, я ни в коем случае не хочу Как-то там говорить плохо про Duster, про Niva Это, понятное дело, два абсолютно разных автомобиля Для разных условий, для разных людей Но, тем не менее, все говорят, что они на бездорожье Конкурентоспособны Вот давайте сегодня и посмотрим на это Кто же из них едет лучше Поехали! Наверное, прежде чем ехать кататься Надо вам сказать про резину Потому что про резину постоянно все спрашивают На Duster стоит хапелита Липучка 17-го диаметра Два очка в колесе На Niva у нас стоит Pirelli Получается 16-й диаметр И здесь есть сезонка Чтобы хоть как-то сравнять шансы Niva и Duster Мы спустим ее до 0.8 То есть здесь останется два очка А здесь будет 0.8 Я думаю, это добавит Ниме проходимость чуть-чуть побольше Будем начинать сначала с пониженных передач Подниматься чисто в натяг То есть без газа Как поедет, посмотрим Сначала Niva у нас идет С газа убираешь ногу И она сразу глохнет Ей не хватает Сейчас то же самое попробуем Тысяча оборотов Чуть побольше 1200 И все равно не хватает Я сразу говорю Я не на прямой передаче А на пониженной Не хочет она в общем ехать На пониженной Вот 2000 даже держишь Она уже когда начинает упираться в снег Обороты падают Не хватает И все Сейчас попробую ходом Примерно 2500 Давай по кругу Слушай, походу как обычно на Niva Газ-палас 3000 и она вот ехать начинает Сейчас можно конечно попробовать еще раз в натяг пустить Но я думаю это без толку Ну попробуем Потому что потом скажут Что Дастер въехал по пробитому Дастер отсюда тронет Давай кстати попробуем Есть имитация Посмотрим И имитация есть Да, сейчас попробуем Последняя попытка Скажем так На пробитой уже дороге 1500 будут держать оборотов На пониженной передаче Сможет заехать или нет И все Прямо Слушай, ну знаешь сейчас как получилось В общем по накатам она ехала Полторы тысячи держал Все равно наверх уже поднимаешься Газа не хватает ей Ну в смысле мощности Она прям в лук встает То есть даже Газ нажимаешь прям до отказа Но все равно ее не хватает Ладно, теперь в Дастер пересаживаемся Посмотрим что вон Дастер Первая передача Полный привод включит Спробую в натяг Без газа Не, без газа вообще никак Давай отсюда пробуй в горку подняться В общем Полторы тысячи оборотов Первую передачу И он заезжает На Ниве не хватает Здесь на первой передаче заходит Сейчас попробуем вот с этого места Тронуться в натяг Ну как в натяг С малым газом Посмотрим как имитации работают Чуть побольше Сейчас газу дам Ну имитации вывозят Прям реально В общем Дастер едет за счет Имитаций То есть он даже с места заходит На Ниве нет такого Она начинает сразу шлифовать Если газу чуть побольше дать А здесь и мощности хватает Во-первых И во-вторых имитации нормально подрабатывают Едем дальше Что-нибудь посложнее теперь надо найти На лед уже в поле попал, да? Это на второй сейчас заходил Не знаю Что-то на метро ничего Ну ты уже на вершине Заехал? Да Блин, ну тут уже просто снега очень много Ему сложно будет Со второго раза я думаю пробьется Ну да То есть второй раз и дастер выскочит На, пробуй Это получается я сейчас шел на первые в отсечке И ESP отключена Так, теперь Блин, а Нива здесь в принципе По накату нападет Может ей тяжело будет Сейчас посмотрим Это вторая была Вторая передача Сейчас катался Дастер в старом кузове 2 литра 143 лошадиных силы Сначала на первой скорости Потом на второй В принципе заскочил Теперь дело за тревел Это я сейчас на прямой Не на пониженной Ну сейчас на пониженной Она даже чуть не хочет На повышенной Катись вниз Катись внизу Катись внизу Давление в колесах 0,8 Мы спустили В общем, в любом случае не хватает просто зацепа Сейчас вот напрямую она нормально едет То есть поехала Тут уже, наверное, дело все-таки больше в резине и в зацепе Сейчас попробую чуть-чуть побольше разгона взять Ну, а вось повезет Дастеры один на липучке, другой на зиме В принципе, им проще намного Давай-давай-давай-давай, Нивка, давай-давай-давай Зашла Слушай, на второй прямой Ну, самое главное, вот сейчас вот она ехала Она ехала в натяг уже на пределе Но она не глохла, ничего, дергаться не стала Я газ фактически отпустил внизу, я не знаю Может, просто обкатку она еще не прошла Чтобы полноценный у нас тест-драйв получился, сравнительный Я думаю, надо будет еще раз взять эти автомобили В комментариях, пожалуйста, напишите, как их лучше сравнить Потому что, ну и сами понимаете Тут кто первый колею набил, тот в принципе и едет А на Ниве набивать колею вообще никак не получится Потому что это лето Но она не гребет Вот 0.8, она вообще никуда не едет Ну, точнее, не то, что не едет Она едет с разгона Ну, чуть утыкается, все Ей не хватает и движка И уже просто резина сама не гребет В общем, в комментариях напишите Надо ли делать еще повторный тест-драйв Ну, сравнительный тест-драйв И какие препятствия для них придумать В общем, в комментариях Субтитры сделал DimaTorzok Чудок не хватило Давай еще раз Да, посмотри Ну, это вот, считай, наверное, на второй Сейчас все, поехало Слушай, такое ощущение у машины все-таки Из-за того, что она абсолютно новая Она Не прикатанная еще? Да, да, да Ей тяжело И так, и так Вот сейчас она вроде, смотри, все Раскочегарилась Уже ехать стала Легко, причем так, в принципе, не принужденно Набил пробел Зашел Поехал Давай кручим Наверное, знаешь, просто происходит Люди покупают вот такие автомобили Первые 20 километров едут Она не едет вообще от слова совсем А потом хлоп и начинает ехать И вот именно в эти 20 километров У них складывается впечатление об автомобиле Типа не едет Такая-сякая Все нормально Обкаталась Поехала Ну, резина в любом случае зарешала бы Если бы здесь была зима Она вообще по-другому была Она и мягче И зацеп вот как раз на склонах Где-то нормально было бы Да, да, да А так Ну, я ничего плохого не могу сказать Нива поехала Все окей Смотри, он прям все повис Он дальше уже на корпус пробил Еще пробуй Вот это самое сложное преодолеть А дальше уже по положу будет Хотя вроде накатанная, да? Разный клиренс уже по-другому На второй Не хватило мощности Чуть-чуть даже не хватило Хотя хороший Слушай, знаешь, что я сейчас сделаю? Ну-ка Так, ей спешка включена Да, все Сейчас ей спешкой С имитацией уже попало Да, да, да Смеликой не спускаем Вот-вот-вот-вот Еще так же накатывается Ладно, заехай Слушай, имитация тоже работает неплохо Вот ни ветра не хватило Ну, сейчас зачет имитаций Но с учетом того, что Нива выше То есть ей попроще было Она набила себе Все заскочило Этому, конечно, потяжелее было Но в любом случае Он с горы тронулся Тоже неплохо Результат хороший Вообще нормально Самый главный вообще минус Если брать, допустим, Ниву У Нивы не хватает двигателя Прямо вот конкретно Кто бы что ни говорил Даже с учетом того, что Она сейчас у нас обкаталась И поехала Да, потому что на первых горках Она, ну, никуда не ехала От слова совсем Сейчас она немножко все помчалась То есть там проблема как бы Проблема ушла Но в любом случае Двигателя не хватает А вот здесь не хватает клиренса И ходов подвески То есть здесь хода подвески Прямо маленькие Да Ну, во-первых, здесь Макферсон Спереди стоит Сзади многорычажка И что спереди, что сзади Мост разрезной На Ниве получается Спереди разрезной Сзади обычный Нив, конечно, больше подходит Для бездорожья Вот кто бы что ни говорил Потому что здесь пластмасса много Там пластмасса Ну, ее меньше намного Для бездорожья, конечно Но я думаю, в любом случае Надо дождаться, когда Резина будет одинакова На этих машинах И на Ниве И на этом Дастере Да, и опять их взять И прокатиться И где-нибудь диагоналки взять Мне кажется, вот с диагоналками У Дастера будет Превосходство Превосходство в том, что у него имитации есть Это во-первых А у Нива будет Превосходство в том, что у нее Ход подвески намного больше Вот Это прям Сейчас нас ждет последняя Вон там горка Я думаю, там Попробуем с места Получится, не получится Почти Это сейчас Сами-то Без имитации Сейчас попробую с имитацией Посмотреть, как поедет Слушай, имитации сильно душат Прямо как ни крути Нифига он не дает Вот ты ESP-шку отключаешь И она ползет Ну вот сейчас вот Что ему мешало То есть газ в пол Он вроде должен раскручиваться Ехать А она его Душит И все там Перекидывает момент С колеса на колесо И в итоге, короче Обороты падают И мы встаем Вот сейчас Все то же самое С того же места Но уже С отключенным ESP И мне кажется Сейчас будет результат Намного лучше Рану ты начал Ворачивать Рану, да? Да Переборщился Включаю эту штуку Помогаю А я, кажется, на морде сижу Нет Есть Да что там робот Вообще Переспорчивается Вот так Продолжение следует... Слушай, они или проще? Вот все преимущество у них, она выше. Там потому что Дастер упирался уже прям самой мордой, бампером, защитой. Нива выше, Нива едет. Даже с учетом вот этих кривых рук. Подошел к концу наш сегодняшний день. Я думаю получилось достаточно объективно. У Нивы главный минус нехватка двигателя и резина. У Дастера в принципе все нормально, но пока турбина не раскрутится он особо-то и не едет. Ну это по крайней мере мои, скажем так, ощущения. Ну еще у Дастера не хватает клиренса. Часто утыкается. Я думаю, чтобы был следующий тест намного объективнее, вам надо в комментариях написать ваши пожелания, куда их загнать. Тем более мы будем дожидаться, когда сойдет полностью снег. Снег, конечно, он не дает тех возможностей, которые можно получить от автомобиля. Тут колею набил, ты едешь по ней. То есть тут ни вправо, ни влево никуда особо не свернешь. В общем, напишите в комментариях, куда стоит загнать эти автомобили. Как вообще получилось наше сравнение. Ну а с вами был Леха. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч.